Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Больше братьев, поскольку это конференция проповедников, но сестры у нас тоже есть, и они помогают нам на этой конференции. Поэтому я обращаюсь и к братьям, и к сестрам. Общая тема нашей конференции, как вы знаете, приоритеты человека Божьего. И самая первая тема вот на официальной уже части, после официальной церемонии открытия – это «Человек Божий и проповедь». Многие люди в наши дни говорят, что проповедь в церкви – это как будто бы не самое главное. И люди предлагают разные альтернативы проповеди. Они говорят, что самое главное в церкви – это может быть поклонение. Кто-то говорит, что самое главное в церкви – это личные отношения. Для многих людей, для многих церквей, самое главное – это определенного рода музыка. Либо в очень традиционном ключе, либо в очень современном ключе. Но многие делают ставку на музыку. Однако история церкви показывает, что проповедь во все времена была важнейшим служением церкви. Новый Завет говорит о проповеди более 110 раз напрямую. Это больше, чем о любом другом служении или любом другом духовном даре. Один из самых ранних документов христианских за пределами Библии – это дедахе, так называемое учение апостолов. Этот документ был написан, как считается, в конце первого века. Этот документ гласит, «Где проповедуется о владычестве Господа, там пребывает Господь». То есть, ранние христиане верили, что в проповеди незримо присутствует Христос. Иоанн Златоуст, имя которого всем хорошо известно, но, может быть, не все знают достаточно хорошо его биографию, он был епископом города Константинополя, это современный Стамбул. Он проповедовал вот в этом большом, огромном храме в Хагиа София, центральной церкви Константинополя. Так вот, его проповедь каждое воскресенье длилась более часа, и некоторые проповеди затягивались до двух часов. До наших дней сохранилось около 700 его проповедей, из них более 500 представляют собой подробный стих за стихом, разбор библейских книг. Он проповедовал экспозиционно, разъяснительную проповедь. Предшественник реформации Ян Гус проповедовал в центральной церкви Праги. Послушать его собиралась огромная толпа людей. Его храм, его часовня вмещала более 3000 человек, и она была заполненной. В числе его слушателей была сама София Баварская, королева Германии и Чехии. Кальвин, один из реформаторов, благодаря которому зародился протестантизм, произносил пять проповедей каждую неделю. То есть примерно по 20-25 проповедей в месяц. Представьте себе. При этом он говорил спонтанно, без конспекта. Однако это не означает, что он был не подготовлен к проповеди. Все его проповеди опирались на те знания, которые он приобретал в процессе подготовки к лекциям и написания комментариев. То есть среди недели он с утра до вечера занимался изучением писания, написанием комментариев, и потом с этими знаниями выходил на кафедру. Он проповедовал подряд, стих за стихом, отрывок за отрывком, книгу за книгой. В воскресное утро звучала проповедь на Новый Завет, вечером на Новый Завет или Псалмы. Среди недели у него был разбор Ветхого Завета. То есть он сочетал каждую неделю проповеди и по Ветхому, и по Новому Завету. Когда он проповедовал, перед ним лежал текст Библии на языке оригинала, еврейском или греческом, в зависимости от того, проповедует он из Ветхого или из Нового Завета. И он сходу переводил этот текст. Любопытно, что однажды Кальвина изгнали из Женевы за принципиальность в библейских вопросах. И когда через три года магистрат города убедил, умолил, переубедил его вернуться в Женеву, а он отказывался и говорил, я лучше тысячу раз умру, чем поеду туда. Женева – это камера пыток. Лучше в ад, чем в Женеву. Так вот, когда через три года он вернулся в Женеву, он в самое первое воскресенье открыл Библию, и люди ждали, что же он скажет. Может быть, он скажет что-то против тех людей, которые его изгнали. Но он открыл Библию на том месте, на котором остановился три года назад и продолжил проповедовать прямо с того стиха, на котором закончил. Известнейший проповедник XVIII века, сотрудник Джона Уэсли, Уитфилд, на протяжении 30 лет своего служения говорил примерно по тысячу проповедей каждый год. То есть в среднем по три проповеди каждый день. Все эти примеры показывают, что все величайшие служители Божьи, оставившие наибольший след в христианской истории, во все времена ценили проповедь. Они считали проповедь основой и костяком церкви. Они понимали, что проповедь формирует и веру, и жизнь христианина. То есть и теорию, и практику христианской жизни. И это действительно так. Поэтому апостол Павел уделяет особое внимание именно проповеди в своем наставлении своему ближайшему ученику Тимофею. Приготовьте, пожалуйста, второе послание к Тимофею. Мы с вами будем читать сегодня из конца 3-й, начало 4-й глав, второе послание к Тимофею. Пока вы открываете, я немножечко напомню вам контекст. Это послание было написано примерно в 67-м году, во время второго римского заключения апостола Павла. Это заключение уже не описано в Деяниях апостолов, оно состоялось позже. И это было последнее заключение Павла, из которого он, скорее всего, уже не вышел на свободу. Таким образом, второе послание к Тимофею представляет собой предсмертные наставления. И наш текст охватывает последнюю главу этого послания. Это, вероятно, последняя глава, которую апостол написал в своей жизни. Павел готовился к встрече с Господом, и он знал, что время его отшествия настало. Он пишет об этом в 4-й главе, в 6-м стихе. В таких обстоятельствах, зная о скором уходе с этой земли, скором прекращении земной жизни и встрече с Господом, человек не будет говорить о чем-то пустяковом. Можно сказать, что второе Тимофею – это завещание апостола Павла своему ученику. А через него – это завещание всем христианским служителям и завещание всей церкви. Давайте прочитаем 2-й Тимофею, 3-й глава, с 15-го стиха до 4-й главы 4-го стиха. Выслушаем чтение Писания стоя. Со всей серьезностью завещания Павел говорит «Притом же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Давайте помолимся, чтобы Господь говорил к нам через Своё Слово. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое сейчас раскрыто перед нами, и мы выслушали Его, мы услышали содержание того, что Ты нам говоришь. Помоги же нам уразуметь и смысл, и суть. Просим, чтобы Дух Твой Святой взял Твое святое непогрешимое Слово, открыл нам Его смысл и значение, и приложил Его к нашему сердцу для того, чтобы сформировать и нашу веру, и нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В этом тексте апостол Павел призывает человека Божия Тимофея проповедать Писание. Проповедать Писание. Он указывает ему на то, что для того, чтобы быть верным проповедником Слова Божьего, нужно знать о четырёх сферах. Для того, чтобы быть верным проповедником Слова Божьего, нужно знать о четырёх сферах. Во-первых, проповедуй Слово, зная, каково это Слово. Проповедуй Слово, зная, каково это Слово. Посмотрите на конец третьей главы, 15-17 стихи. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». В этом хорошо известном тексте апостол Павел пишет о Ветхом Завете в первую очередь. Именно Ветхий Завет Тимофей знал с детства. Однако по аналогии это относится ко всему Писанию, потому что он утверждает общую истину. Всё Писание таково и обладает такими характеристиками. Так вот, посмотрите, апостол Павел напоминает Тимофею и через него всем нам о следующих характеристиках Писания. Он указывает, что Писание даёт мудрость от Бога, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя». Мудрость – это знание, как правильно поступать, как правильно делать что-то. И вот эту мудрость даёт Священное Писание. Далее Писание приводит ко спасению. «Могут умудрить тебя во спасение». Именно через Писание мы приходим к Господу, познаём Его, принимаем Евангелие, становимся детьми Божьими. Писание созидает веру. «Могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Действительно, вера – это не просто естественная способность человека, и это не просто то, что человек проявляет сам от себя, с чем он ходит по жизни. Она не берётся из воздуха. Писание формирует веру. Как сказано в Римлянам 10, 17 – вера от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Откуда возникает вера? Вера возникает тогда, мы слышим какую-то истину. Откуда берётся эта истина? Писание из Слова Божьего. Таким образом, Писание созидает веру. Далее, Писание открывает Бога. В 16 стихе мы читаем «всё Писание богодухновенно». Богодухновенно – это значит «выдохнуто Богом», так как мы выдыхаем речь. Когда мы разговариваем, мы свои слова все выдыхаем. Мы произносим их на дыхании. Мы не можем сказать ни одного слова и даже более того, ни одного звука, если мы не будем выдыхать. Так работает наш голосовой аппарат. Мы речь свою произносим на дыхании. Так вот, когда Библия говорит, что всё Писание богодухновенно, это всё равно, что сказать «Писание есть прямая речь Бога». О да, конечно, Писание было сказано через Божьих пророков, через апостолов, через различных людей, которые были посредниками, Божьими рупорами или глашатаями. Но за этим рупором стоял голос Святого Духа, который через них говорил то, что он хотел сказать. Поэтому-то всё Писание называется «Слово Божье». Писание не содержит Слово Божье, а Писание есть Слово Божье. Писание богодухновенно – это прямая речь Бога. Так, дорогие друзья, как же мы можем узнать невидимого Бога? Как мы можем что-то узнать о том, кого невозможно ни потрогать, ни увидеть, ни услышать физическими ушами, ни измерить никаким прибором? Мы можем узнать о невидимом Боге только через Его речь. И это и есть Писание. Писание – это и есть речь Бога, обращённая к человечеству. Таким образом, Писание открывает нам Бога. Когда мы хотим познать Бога, вступить в отношения с Ним, полюбить Его больше, мы всё это делаем только через Священное Писание, которое есть богодухновенное Слово. Писание несёт пользу. Всё Писание богодухновенно и полезно, читаем мы в нашем тексте. То есть оно полезно для души, оно принесёт добрый плод. Оно принесёт важные изменения. Оно не бесполезно. Знаете, бесполезно – это когда ты читаешь, читаешь, и ничего не меняется. И ты думаешь, что, ну, наверное, оно не работает. Так вот здесь библейский текст совершенно ясно указывает, что Писание полезно. То есть оно производит действия, производит изменения. Писание учит истине. Оно полезно для научения. Оно объясняет нам, каков духовный мир, каков Бог, каково спасение, каковы мы сами. Писание раскрывает нам доктрины. И Писание изобличает заблуждения. Оно полезно для обличения. Оно вскрывает ошибки. Оно указывает на ложные убеждения и изобличает ложную веру. Писание исправляет поступки. Мы читаем, что оно полезно для исправления. То есть, если мы хотим изменить наше поведение, если мы хотим, чтобы изменился наш характер и наша жизнь, что нас исправляет? Писание. Писание полезно для исправления. Писание формирует правильное поведение. Оно полезно для наставления в праведности. После того, как оно исправило наши ошибки, изобличило греховное поведение и помогло нам измениться, оно дальше показывает нам, как идти правильно, чтобы не впасть в прежнюю ошибку. Оно наставляет нас в праведности. Вы видите, дорогие друзья, что Писание полезно и для веры, и для практики. Оно учит доктринам и исправляет ошибки в доктринальной сфере. И оно вместе с тем учит праведной жизни и обличает и исправляет неправильное поведение. Таким образом, Писание – это залог успеха и для ортодоксии, и для ортопраксии, то есть и для правильной веры, и для правильной жизни. И некоторые люди совершают большую ошибку, когда они сводят Писание только лишь к правильной вере. Они говорят, ну да, когда мы читаем Библию, когда проповедуется Писание, это учит нас, как правильно верить. Но это лишь одна сторона, примерно 50%. Другие 50%, которые ни в коем случае нельзя выкидывать, это то, что Писание формирует нашу жизнь. Дорогие друзья, именно так. Писание формирует нашу жизнь. Вы видите это в Слове Божьем, которое мы сейчас прочитали? Да, однозначно. Более того, Писание взращивает духовную зрелость. Писание взращивает духовную зрелость. Посмотрите на 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это цель, для которой действует Писание. Это не просто пожелание Павла, я хочу, чтобы вы были совершенны. Это действие Писания. Писание Бога духовновенно и полезно для всех этих вещей. Да будет совершен Божий человек. То есть оно полезно и для формирования веры, и для формирования практики, чтобы сделать нас совершенными, ко всякому доброму делу приготовленными. Совершенный – это значит способный, эффективный, искусный. Священное Писание формирует наш характер так, чтобы исправить наши недостатки и дать нам все необходимое для праведной жизни и для служения Господу. Оно делает нас ко всякому доброму делу приготовленными, то есть снаряженными, искусными, полностью подготовленными. Если у нас есть Священное Писание, и мы пребываем в Священном Писании, изучаем его, вникаем его, как в Первом Псалме написано, в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, то будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Видите, плодоносность. И лист, которого не вянет. То есть обилие жизни, обилие силы, откуда черпать силу для изменений из Священного Писания. Поэтому мы не можем убрать Писание из нашего духовного рациона. Мы обязаны пребывать в Писании каждый день, как призывает нас к этому Господь. Итак, Писание обладает всеми вот этими качествами, которые мы сейчас с вами перечислили. И поэтому нужно проповедовать Писание. Если мы знаем, каково это слово, если мы знаем, какими качествами оно обладает, то мы будем стремиться как можно точнее и как можно больше его проповедовать везде, где только есть возможность. Если мы знаем, что Писание дает мудрость, приводит к спасению, созидает веру, открывает Бога, несет пользу, учит истине, изобличает заблуждения, исправляет поступки, формирует правильное поведение, взращивает духовную зрелость, подготавливает к любому делу и к любому служению, то разве можем мы не проповедовать слово? Когда некоторые люди и некоторые церкви отходят от проповеди Писания, это происходит потому, что они не осознают или не до конца верят в силу этого слова. Однако, дорогие друзья, Писание обладает сверхъестественной, божественной силой, потому что это Его Слово. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Мы знаем, что Слово Господа обладает созидательной силой. «Сказал Бог и сделалось, повелел и явилось». Таким образом, Слово Божье обладает силой. И, дорогие друзья, у нас есть доступ к Слову Божьему. Будем ли мы стремиться к чему-то другому, когда мы знаем, какими характеристиками обладает Писание? В Римлянам 1.16 Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему». В Исаии 55.11 Господь говорит, «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». В Евреям 4.12 сказано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно не мертвое, а живое, оно не бесполезное, оно действенное, эффективное, оно не тупое, а оно острое, острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, то есть в самую глубину человеческого естества, и судит помышления и намерения сердечные. Каким образом исправляются наши мотивы? Через Слово Божье. Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Вот Божий инструмент для нашего внутреннего изменения и для всех изменений в нашей жизни. Дорогие друзья, ничто не заменит Слово. Когда некоторые проповедники предлагают, что главное в богослужении – это не проповедь Слова, а, к примеру, поклонение, то они меняют местами телегу и лошадь. Не поклонение рождает Слово, а Слово рождает поклонение. Аминь? Аминь. Точно так же и ничем другим нельзя в Церкви заменить Слово Божье ни театром, ни пением, ни музыкой, ни концертами, ни развлечениями, ни личным общением, ни просто разговором. Но только Писание созидает и веру, и практику Церкви. Поэтому проповедуй Слово. Итак, мы должны проповедовать Слово, зная, каково это Слово. Во-вторых, вторая сфера, о которой нам нужно знать, чтобы быть верными проповедниками Писания. «Проповедуй Слово, зная, каков Бог». Проповедуй Слово, зная, каков Бог. Посмотрите на следующий стих, 4 глава, 1 стих. Итак, апостол Павел делает вывод. «Поскольку Слово Божье именно такое, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его». Повеление проповедовать Слово настолько серьезно, что Павел прибегает здесь к очень строгому языку. К очень строгому языку. Слово «заклинаю» значит «привожу к торжественной присяге». Это официальный язык, соответствующий формальной клятве, например, на суде. То есть Павел словно бы вызывает Тимофея официальной повесткой в суд. Слово «заклинаю» было обнаружено на древних документах для вызова в суд. Апостол ставит Тимофея перед судьей, перед присяжными заседателями и заставляет его принести присягу. Но не в том, что он будет говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, а в том, что он будет проповедовать Слово, только Слово и ничего, кроме Слова. Он заклинает его перед лицом Бога-судьи. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, пред Богом и даже Господом Иисусом Христом, который будет судить». Дорогие друзья, Христос будет судить сначала Свою Церковь на судилище Христовом, потом Он будет судить народы на земле перед Тысячелетним Царством, потом Он будет судить всех неверующих перед Великим Белым Престолом. Ему отдан весь суд. Таким образом, Он будет судить живых и мертвых. Далее Павел заклинает Тимофея, напоминая о будущем Царстве Мессии. Точнее перевести конец первого стиха так. «Заклинаю тебя и явлением Его, и Царством Его». На это указывает грамматика текста в древнегреческом оригинале. Именно так верно переводит Кассиан. То есть Павел заклинает Его пред Богом, и он заклинает Его, напоминая о будущем Царстве. Говорит, «Заклинаю тебя также явлением Его и Царством Его». «Явление», по-гречески «эпифания», так греки называли «истории о явлении своих богов». То есть, когда в греческих мифах рассказывали о том, что какой-то бог где-то явился, это называли тем же самым словом «эпифания», «явление». Но еще важнее, так называли события, когда в город приезжал римский император. Император не просто приходил в какой-то город, он являл себя народу, являлся. Когда император посещал какой-то город, это называли «явление императора». К этому явлению, как вы понимаете, тщательно готовились. Люди бегали, сновали, тысячи людей выполняли свою работу для того, чтобы подготовиться к явлению императора. Почему? Потому что одно слово императора могло смещать правителей и даже отправлять провинившихся на казнь. Поэтому цена вопроса была очень высока. И поэтому все готовились, все бегали, все выполняли свою работу. И вот Павел заклинает Тимофея явлением Иисуса Христа. Он напоминает ему, что Иисус скоро явится как царь. И тогда он будет судить, то есть оценивать всех, и живых, и мертвых. Идея Павла такая. Если ты знаешь, что Христос явится как царь, если ты знаешь, что Он подвергнет твою жизнь внимательному анализу, если ты знаешь, что Он установит свое царство, где награда будет распределяться в зависимости от твоей верности порученному тебе служению, если ты все это знаешь, то проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Итак, дорогие друзья, мы должны проповедовать Слово, зная, каков наш Бог. Теперь давайте посмотрим на третью сферу, о которой мы должны знать для верного проповеднического служения. Третья сфера. Проповедуй Слово, зная, к чему ты призван. Проповедуй Слово, зная, к чему ты призван. Посмотрите на следующий, второй стих. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. В этом стихе Павел ясно описывает, как должно выглядеть проповедническое служение Тимофея. Во-первых, он говорит, проповедуй, проповедуй. Здесь употреблено греческое слово керюссо. Керюкс – это глашатай, глашатай. То есть, когда царь издавал какой-то указ, с этим указом выступал глашатый. И потом этот указ разносили по разным городам, и в каждый город, куда пребывал этот человек, он разворачивал указ царя и зачитывал его перед всем народом на площади. Вот этот человек назывался глашатай. Керюкс – это то же самое слово, которое в Новом Завете обозначает проповедника. Проповедник – это глашатай царя, тот, который провозглашает от имени царя его указ, его волю. И, соответственно, глагол керюссо – проповедовать – означает провозглашать, быть глашатаем. То есть, наша задача, дорогие братья, объявить, возвестить, донести слово до людей. Проповедуй слово – значит, возвещай слово, провозглашай слово. Божий метод воздействия на церковь остается во все времена актуальным и эффективным. А Божий метод – это что? Это проповедь. Это проповедь. Дорогие друзья, заметьте, Божий метод воздействия на церковь – это не просто разговор. Божий первостепенный, излюбленный, приоритетный метод – это не просто разговор, как некоторые люди предлагают, что нужно сойти с кафедры, сесть на один уровень, на стульчик, начать беседовать, задавать вопросы, мол, вот это вот нужно для церкви. Но не таков Божий метод и не таков наш мандат. Не просто разговор, не просто развлечение. Я слышал как-то, как один проповедник называл себя артист разговорного жанра. Проповедь – это не просто частная беседа, где мы с человеком поговорили, ответили на его вопросы, задали свои вопросы, порассуждали, как равный с равным. Нет. Божий избранный метод воздействия на церковь – это именно проповедь, то есть провозглашение, возвещение, объявление Божьей воли. 1 Коринфянам 1, 21 говорит «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Чем отличается проповедь от всех остальных разговорных жанров, от всех остальных жанров коммуникации? Проповедь отличается от любой другой речи, от любой другой коммуникации, в первую очередь, авторитетностью своего послания. Авторитетностью своего послания. Человек может провести лекцию и сказать те же самые вещи, которые говорит проповедник, но это будет не проповедь, а лекция. Человек может вступить в диалог и объяснить в диалогической форме те же самые вещи, о которых говорит проповедник, но это тоже будет не проповедь. Что делает проповедник? Проповедник не просто делится своим мнением, Он возвещает волю царя. Проповедь отличается авторитетностью, и именно это повелевает Павел Тимофею. Он говорит, проповедуй, возвещай, провозглашай, как глашатый, заявляй о том, как говорит Господь, чему учит Божье Слово. Во-вторых, проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Не что-то еще, а именно Слово. Не личные переживания, не свой собственный опыт, не традиции и предания, хотя где-то мы можем вставить это в качестве иллюстрации, но это не главное содержание проповеди. Главное содержание проповеди – это Слово. Проповедуй Слово. То есть Слово Божье, то, что Господь говорит. Проповедовать Слово – это значит проповедовать авторский замысел. То есть то, что Бог задумал, то, что Бог хотел сказать, и то, что Он сказал через Своих пророков в контексте. Не просто какую-то идею, которую вы притянули к Слову Божьему. Как многие люди, проповедуя, стараясь проповедовать, они просто берут какой-то стих, отталкиваясь от него, как от трамплина, и потом переходят к своим собственным размышлениям. Но это не есть проповедь Писания. Это проповедь своих размышлений, которая оттолкнулась от Писания. Размышления на тему, сочинения на свободную волю, на свободную тему, да, в которой Писание служит лишь эпиграфом. Или иногда люди пытаются разбирать библейские истории, но не обращают внимания на контекст, на авторский взгляд, на авторские оценки, и начинают просто исследовать мотивы библейских героев. И в результате вместо проповеди авторского замысла у них получается психоанализ библейских героев. Это тоже не проповедь Слова, хотя и имеет вид благочестия, но сила его отреклась, потому что это не авторский замысел, это не то, что Господь хотел сказать. Дорогие друзья, проповедовать Слово, это значит проповедовать в контексте, то, как оно написано, то, как Господь хотел его сказать, а для этого нужно потратить время на то, чтобы его изучить. Проповедник, мы с вами, это как официант, который разносит пищу. Не мы эту пищу приготовили, мы лишь разносим ее. Мы не от себя что-то сварили, пожарили, потушили и преподаем это людям, присыпанное своим набором замечательных изречений, своей личной харизмой, своими историями из жизни и замечательным юмором, который больше похож на стендап-комедию, как это у некоторых проповедников получается. Нет, да сохранит нас Господь от этого. Наша задача не свое блюдо приготовить, наша задача взять то блюдо, которое Бог приготовил, и, как официант, разнести его до людей. Когда Библия говорит, Бог говорит. Поэтому самое главное, что мы должны возвещать, проповедовать, это Библию, это ее содержание, это ее смысл, Слово Божье. Итак, проповедуй Слово. В-третьих, настой вовремя и не вовремя. Слово настой, настаивать, эфистами в греческом языке означает стоять на каком-то месте, в данном случае стоять на посту, стоять на посту, быть на страже, находиться на своем месте в готовности выполнять свое служение. Именно к этому Павел призывает Тимофея. Будь готов, будь на посту, находись на посту и вовремя, и не вовремя. То есть и тогда, когда это удобно, и тогда, когда это трудно. Всегда будь готов проповедовать Слово Божье. Это значит всегда. Иногда Господь посылает нам на встречу каких-то людей в неподходящий момент, когда мы вроде бы не готовы. Недавно ко мне в дверь позвонили люди, которые сейчас называются другим именем, но раньше они принадлежали к организации сторожевой башни. И мне так не хотелось тогда с ними беседовать, но я позвал их к себе и начал разговаривать и разъяснять им Священное Писание. И у нас хороший, наверное, почти получасовой разговор получился с ними. Я подарил им потом книжечки о покаянии, библейское покаяние, и они ушли озадаченные. Сегодня утром я бегал на стадионе, ко мне подошел какой-то мальчик, пятиклассник, и он оказался разговорчивый, он начал со мной разговаривать. И мне тоже так не хотелось, но я же занимался физкультурой, я своими упражнениями занимался, мысленно уже в конференции, готовился к вечеру. Но Господь послал его навстречу, и я начал с ним говорить, задавать вопросы, спросил, верит ли он в Бога, и начал говорить ему об Иисусе Христе. Нужно быть готовым и вовремя, и не вовремя, и тогда, когда это удобно, и тогда, когда это неудобно. Не оставляй своего поста, всегда держи оружие на готове. Поэтому на самом деле, на самом деле, не должно быть вопроса, а некому проповедовать воскресенье. А кто будет проповедовать воскресенье? Давай ты. Нет, давай ты. Ну, давай, может быть, вот он. Да нет, я что-то не готов, братья. Будь готов, вовремя и не вовремя, у тебя нет другого варианта. У тебя должно быть, как в том комедийном фильме, я, песчаные карьеры, я, проповедуйте воскресенье, я, проповедуйте в понедельник, я, проповедуйте во вторник, я. Всегда готов проповедовать. И вовремя, и не вовремя. В-четвертых, обличай. То есть, вскрывай ложные убеждения. Указывай на ошибки. Изобличай лжеучения. Как-то я услышал от одного человека, он говорил, что не надо никого обличать. Не надо говорить ни о каких ошибках. Бог сам научит. Но, дорогие друзья, а почему Бог должен учить не через слово, не через проповедь и не через проповедника, а каким-то другим образом? Во сне ли он учит? Иногда да, но редко. Чтобы он учил во сне, нужно днем постоянно пребывать в Писании. Тогда будет как у Давида, даже и ночью учит меня внутренность моя. Но это значит, днем он должен был постоянно размышлять о Писании. Чаще всего Бог учит свою церковь через проповедников и исправляет, и обличает тоже через проповедников. Поэтому Павел говорит Тимофею, обличай. Истина всегда обличает, потому что она немедленно противопоставляет себя лжи. Как только истина заявлена, она уже противопоставляет себя всему остальному. Поэтому сейчас сатана так старается навязать обществу толерантность. Вот это вот современное слово, современный термин, который у всех на слуху. Толерантность, толерантность, толерантность. Мы должны быть толерантны к тем мнениям, к другим мнениям. Нет, мы не должны быть толерантны. Мы должны быть вежливы. Мы должны быть уважительны. Мы должны проявлять любовь христианскую. Но мы не должны быть толерантны. Мы должны ясно называть истину истиной, а ложь ложью. Сатана старается навязать обществу толерантность для того, чтобы любое мнение считалось правдой, и истина на этом фоне где-то затерялась. Затерялась. Это плод толерантности, и это современная стратегия сатаны. Толерантность в современном либеральном понимании – это фактически запрет настаивать на истине. Да, у каждого своя истина, каждый имеет право на свое мнение, и любое мнение право. Поэтому давайте не будем спорить, каждый разойдемся по своим углам, у каждого своя истина. Но Бог говорит – проповедуй слово, то есть возвещай, то есть настаивай на этой истине, утверждай, что вот что говорит Господь, вот что правда, вот к чему нужно стремиться, вот к чему мы должны покориться и слушаться. Обличай. В-пятых, запрещай. Это еще более строгое слово. Греческое слово «эпитимао» означает говорить строго, предупреждать о последствиях или даже в некоторых контекстах наказывать. Это значит, что мы должны предупреждать людей, что у неправильных решений есть плохие последствия. Это включает в себя также и церковную дисциплину. Церковная дисциплина – это тоже эпитимао, эпитимия, есть такое понятие в восточном христианстве, наказание, дисциплина. Так вот, церковная дисциплина – это последнее предупреждение воцерковленному грешнику о последствиях его неправильного греховного выбора. Запрещай. Применяй в том числе церковную дисциплину. В-шестых, увещевай. Увещевай. Греческое слово «парокалео» означает призывать, уговаривать, умолять, упрашивать. Это слово отличается от всех предыдущих своим эмоциональным оттенком. Умоляй. Призывай. Переживая о судьбе человека, не будь равнодушным. Подключи даже эмоции. Могло бы показаться, что библейский проповедник должен метать громы и молнии с кафедры. Но нет. Смотрите. Все это нужно делать со всяким долготерпением и назиданием. Терпеливо к тому, что люди не понимают. Терпеливо к тому, что они отворачиваются и не хотят слушать. Терпеливо к тому, что они, услышав, идут и делают по-своему со всяким долготерпением и назиданием. Говорить нужно в конструктивном ключе. Не для того, чтобы разрушить церковь, подняв какие-то споры, ссоры, раздоры и так далее. Нужно возвещать Божью истину с назиданием. То есть, со строительством, конструктивно. В этом же послании Павел пишет, 2 Тимофею 2 глава 24-26 стихи. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Итак, проповедуй слово, зная, к чему ты призван. Ну и, наконец, четвертая сфера, о которой должен знать человек Божий для верного служения проповедью. Четвертая сфера. Проповедуй слово, зная, какова твоя аудитория. Проповедуй слово, зная, какова твоя аудитория. Об аудитории говорят 3-4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Тимофей должен был продолжать проповедническое служение не благодаря массовой поддержке, а вопреки ее отсутствию. Некоторые проповедники могут иногда переживать, что их не поддерживают люди, мало смотрят их проповеди, может быть, мало лайков ставят на их какие-то проповеди или комментарии. Это все неважно. Другие люди могут думать, «О, у нас хорошее служение, потому что много лайков, много поддержки». На самом деле нет, потому что люди чаще всего поддерживают не то, что нужно. И у любых мирских людей будет гораздо больше и лайков, и поддержки. На это вообще не нужно ориентироваться. Тимофей должен был проповедовать не благодаря массовой поддержке, а вопреки ее отсутствию. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но ты проповедуй слово. Любопытно, что аудитория, которую описывает Павел, это не просто мирские люди. Аудитория, о которой здесь говорит Павел, это не просто мирские люди. Речь здесь идет явно о церковном контексте. О церковном контексте. Такая характеристика, которую мы здесь прочитали, «От истины отвратят слух и обратятся к басням» подразумевает, что когда-то они были повернуты к истине, а потом отвернулись от истины и повернулись к басням. Это характерно для церковной аудитории. Люди, которые называют себя христианами. Люди, которые принадлежат к какому-то христианскому кругу общения, к какому-то христианскому храму или христианской церкви и общине. О том же самом говорит предшествующая глава. В предыдущей главе Павел тоже описывал церковную аудиторию, когда он говорил в третьей главе этого послания, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы и так далее». На самом деле мирские люди всегда были такие. Павел описывает состояние церкви, что в последнее время состояние церкви ухудшится. Четвертый стих «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Это характеристика церковных людей, потому что неверующие люди и никогда не были боголюбивыми, ни в каком смысле этого слова. Пятый стих «Имеющие вид благочестия». Опять же, неверующие люди не имеют даже вида благочестия. То есть здесь явно говорится о церковных людях. Седьмой стих «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Опять же, неверующие люди и не тратят свое время на то, чтобы всегда учиться в поисках истины. Вы видите, что здесь говорится о церковной аудитории. И вот апостол Павел именно в церковном контексте, в церковной среде говорит, что люди в церкви будут все больше и больше соответствовать таким характеристикам. «Здравого учения принимать не будут». Дорогие друзья, чтобы не допустить этого или противостоять этому, нужно проповедовать Слово. Если мы не проповедуем Слово, то гарантированно церковь придет к тому, что здравого учения принимать никто не будет. «По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые вестили бы слуху». Более буквально, здесь очень интересное выражение в греческом оригинале, более буквально, они будут собирать себе горы учителей. Здесь используется такое слово «эписорево», которое обозначает накапливать большие кучи, набирать кучи учителей. Не просто избирать учителей, а набирать себе кучи разных учителей, будучи щекотимыми слухом. Это самый буквальный перевод, который у меня получилось сделать. Будут накапливать себе горы учителей, будучи щекотимыми слухом. То есть из-за того, что у них чешется ухо, из-за того, что им хочется слушать чего-нибудь интересненькое, что-нибудь, что подогревало бы их, какие-то чувства, поддерживало бы их взгляды, они ищут поддержки, и они хотят услышать, что кто-то поддерживает их жизнь, их убеждения. Они хотят, чтобы их развлекли какой-то историей. Они хотят, чтобы кто-то просто сыграл на их мотивации, зарядил их энергией на день. И вот будучи щекотимыми слухом, у них зуд ушной, им хочется чего-то слышать, и поэтому они будут набирать себе горы учителей. Не правда ли это очень точная характеристика эры интернета? Эры интернета, когда в интернете вы можете найти себе действительно горы учителей. Если раньше это было почти невозможно, для того, чтобы набрать себе много учителей, нужно было и путешествовать, то теперь вы можете набрать себе гору учителей, не выходя из дома. И есть огромное количество самых разных проповедников, самых разных учений, которые будут говорить то, что вам приятно. Дорогие друзья, если только мы не будем проповедовать Слово, то и в наших церквах точно так же будет происходить. Люди будут набирать себе горы учителей, которых они захотят слушать. И далеко не всегда они выберут здравых. Очень часто они будут выбирать нездоровых учителей. И даже интересно, в тех церквях, где вроде бы проповедуется Слово, и то члены церкви иногда рассылают друг другу проповеди нездоровых проповедников, которые говорят неправильно по Писанию. И то это происходит, если же мы не будем объяснять людям доктрины Священного Писания и предупреждать о каких-то опасностях и заблуждениях. Если мы и будем учить людей, как им самим изучать и толковать Священное Писание, чтобы они, читая Писание, могли отличать истину от лжи. Если наши проповеди всему этому не учат, то наши церкви обречены на то, чтобы избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это последний шаг, последний этап этого процесса, когда люди выбирают себе кучу разных учителей, которые говорят разные вещи, и когда у них каша в голове формируется, а у таких людей, которые слушают много всего по интернету, именно каша в голове формируется, по-другому, к сожалению, не получается, то в конечном итоге, последний шаг, они перестают хотеть слышать истину и обращаются к разного рода басням. Помните, было такое движение «Целеустремленная церковь»? Что-то о нем давно не слышно, согласны? А когда-то оно гремело, когда-то с каждой кафедрой, с каждого утюга, как говорят, да, говорилось про «Целеустремленную церковь», Рик Ворон. Сейчас эта мода прошла, она показала на самом деле свою неэффективность, небиблейскость, о чем, в общем-то, давно уже предупреждали библейские учителя и проповедники. Так вот, у Рика Воррена одна из идей была такая. Он говорил, что нужно спросить людей в округе, какое они хотят видеть церковь, и дать им то, что их бы привлекло в церковь. Но, дорогие друзья, если люди в последнее время будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух и обратятся к басням, неужели вы будете предлагать им то, что они хотят слышать, что льстило бы их слуху, что щекотало бы их уши? Неужели вы будете предлагать им басни? Дать людям определять, какой должна быть церковь, это рецепт гарантированной катастрофы. Известный проповедник, толкователь писания Мартин Ллойд Джонс, который, кстати, до того, как стал пастором, был врачом, он говорит, «Когда я был врачом, я никогда не просил пациента, чтобы он сам себе выписывал рецепт или назначал лечение». Действительно, это было бы странно, если бы врач просил пациента, ну, сами себе назначьте лечение, какой бы вы себе выписали рецепт? Все хорошо, давайте так и сделаем. Грош цена такому врачу, да? Врач должен назначить лечение согласно тому, что он знает и понимает. И это лечение может понравиться пациенту, когда ему дают сладкий сироп от кашля, а может очень не понравиться, когда ему требуется проводить операцию или требуется какое-то горькое лекарство принимать. Точно так же, дорогие друзья, и когда мы проповедуем Слово, мы проповедуем не то, что люди хотят слышать, а то, что говорит Господь. Независимо от того, хотят они слышать это или нет. Мы хотим с Божьей помощью и молимся об этом, чтобы Слово Божье сформировало правильный аппетит. Аппетит, как говорят, приходит во время еды. И действительно, если церковь слышит регулярное наставление Словом Божьим, объяснение Священного Писания, люди привыкают к этому, им уже начинает нравиться вкус библейской проповеди. Они хотят слышать объяснение Писания, и они начинают тогда сами отсеивать всякую шелуху и всякое постороннее, какое-то пустопорожнее мнение. Но не сразу это произойдет. Люди могут сначала противиться и сначала не хотеть, но мы, как проповедники, даем людям не то, что они хотят, а то, что хочет Бог, то, что будет полезно для них. А что для них полезно? Ибо Слово Божье, все Писание, Богу духовновенно и полезно. Поэтому мы даем им то, что им полезно. Мы даем им объяснение Священного Писания, и оно созидает их души и исцеляет их души. Поэтому, дорогие друзья, на проповедников люди будут реагировать по-разному, как Христос говорил, «Моего Слово слушали, будут слушать и ваше, Меня гнали, будут гнать и вас». Поэтому некоторым людям, даже в церкви, и здесь не нужно обманываться на этот счет, то, что человек 30 лет член церкви, ровным счетом ничего не означает, если вы не знаете его веры, его жизни. Так вот, даже в церкви людям будет не нравиться истина. Это описание церковной аудитории, а не мирских людей, что они здравого учения принимать не будут, по своим прихотям избирать себе будут учителей, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Так вот, мы будем давать людям то, что нужно, то, что говорит Господь, то, что полезно. Мы будем, как врач, назначать лекарства, которые иногда будут сладким, иногда будут горьким, но всегда будут полезным. И люди будут по-разному на это реагировать. Некоторые будут вашими именами называть своих детей, а некоторые своих собак. Но, зная об этом, нам нужно с еще большим усердием проповедовать Слово. Итак, мы с вами увидели четыре сферы, которые нам нужно знать, чтобы быть верными служителями Божьими. Во-первых, знай свою книгу. Знай свою книгу. Во-вторых, знай своего Бога. Знай своего Бога. В-третьих, знай свое призвание. Знай свое призвание. В-четвертых, знай свою аудиторию. Знай свою аудиторию. В 16 веке Лютер своими книгами и проповедями произвел колоссальное движение в Западной Церкви, которое мы называем реформацией. Однажды его спросили, как ты произвел реформацию? Как ты смог перевернуть весь Рим? И Лютер ответил, я просто преподавал, проповедовал и писал Слово Божье. Он ответил, послушайте еще раз, я просто преподавал, проповедовал и писал Слово Божье. Помимо этого, я ничего не делал. И пока я спал, говорит Лютер, пока я спал, Слово Божье так подточило основы папства, что никакой князь или король не наносил ему такого удара. Я не сделал ничего, все сделало Слово Божье. Конец цитаты. Итак, дорогие братья, проповедуйте Слово, возвещайте Слово, разъясняйте Слово и идите спать. Потому что и в прямом, и в переносном смысле, когда мы верно изо дня в день, из недели в неделю, из года в год проповедуем Слово Божье, мы можем спать спокойно и не тревожиться, что без нас что-то развалится. Нет, Слово Божье созидает церковь. Мы можем спать спокойно, потому что Слово Божье совершает свою работу и обязательно совершит. Да благословит вас Господь. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим тебя сердечно за Слово Твое, которое из Твоих уст прозвучало через пророков Твоих. Дошло до наших дней, переведено для нас, объяснено для нас и Духом Твоим святым применено к нашему сердцу. Мы благодарим тебя за Твое драгоценное Слово. Ты призвал нас быть служителями Слова. Помоги же нам быть верными в этом призвании и всегда быть на Своем посту, на чеку, с обнаженным мечом Слова Твоего в наших руках. И мы верим, что Ты через это служение, силою Твоего Слова Божественного, Святого, Праведного, эффективного, которое острее всякого меча обоюдоострого, Ты будешь совершать Твою работу и строить Твою Церковь из живых душ. Аминь. Твою Церковь Твою Церковь Твою Церковь